Сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. Массовый террор в отношении так называемых врагов народа и изменников Родины развернулся в 30-х годах прошлого века. По разным сведениям, количество физически уничтоженных от 4 до 6 миллионов человек. И еще больше тех, чьей жизни исковеркала система. В архивах Чувашии хранится множество документальных свидетельств того, насколько безжалостной была власть по отношению к людям. Политические статьи шили даже тем, кто не умел толком читать и писать. Не то, что вести антисоветскую пропаганду. Нередкими были случаи, когда с помощью доноса сводили счеты с неприятным соседом или строгим начальником. Тех, кого система сочла преступниками, расстреливали без особого следствия и суда отправляли в лагеря. Лишением подвергались и члены их семей. Закон о реабилитации жертв политических репрессий это предусматривает. Пострадавшими от политических репрессий признаются дети, супруг или супруга, лиц, умерших в местах лишения свободы, либо расстрелянных. А подвергшимися политическим репрессиям являются лица, которые в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей, либо находились вместе с родителями, которые были подвергнуты политическим репрессиям в местах лишения свободы, в колониях, в ссылке и так далее. Сегодня в книге памяти жертв репрессий в Чувашии 12 тысяч имен, а вместе с пострадавшими и подвергшимися все 50 тысяч. Работа по реабилитации продолжается до сих пор, хотя, конечно, обращений становится все меньше и меньше. Тех, кто выжил в лагерях, уже не осталось, их родители и тем более, да и дети жертв репрессий уже в преклонном возрасте. Но жива память, которая, как известно, избавление от повторения ошибок. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика.